Девушки отдыхают Введены в курс этого дела Уже вот последнее видео Про настоящий патч Я уже писал С растущей температурой Поэтому патч ноут Даже пересчитав несколько раз до конца Так и не понял Что там признали ошибкой у Т-90МС Будет у него Низ брони пробиваться Или не будет Походу видимо все таки что На ПТС то что он пробивается Это признали ошибкой А так у него типа днище пробиваться не будет Но что странно Ведь 90МС это модификация То есть там более крутые модули Поставлены Обвес лучше Но вряд ли там усилили Именно нижний лист дна Я вот что то Я небольшой эксперт Но что то сомневаюсь Что в реальной жизни Вообще нижний лист брони Я сомневаюсь что это такое Приоритетное место Которое стараются как то По особенному защищать И вряд ли когда Апгрейдили 90 до 90МС Кто либо задумался о том Что надо бы ему Вот нижний лист Залатать Должен Должен шиться По любасу В нижний лист И дело даже не в том Что я такой Не патриотичный А дело в том Что если несколько людей Из прошлого видео Не будут кататься В рандоме на 90МС Я только порадуюсь Потому что в игре Все таки за разнообразие Вот А уже потом Я за то Чтобы наши нарисованные танки Побеждали западные Нарисованные танки Это игра В нее играть надо Патриотом надо быть Когда дело заходит До того Чтобы на субботнике Пойти там Двор убрать Скамейку покрасить Лампочку выти На этаже Ввернуть А не вывернуть Ну да ладно Значит Сегодня Речь пойдет Про Шеридон Многие Давненько и часто И много довольно Писали про этот танк Писали Научи Как на нем играть Как на нем Чего Куда Действительно Танк отвратительный Это не Шеридон А Шмаридон Настоящий Полное говно На мой взгляд И с него Начинается ветка ЛТ И он многих Отпугивает Ну если не считать Этого Скорпиона Который вообще Можно сказать Танк Не то не сё Он И И не то чтобы Легкий Ну и не то чтобы В смысле он конечно Легкий Но он не совсем танк Это Все равно что Вот эти вот первые Машинки Которые там ПТ Плавающий танк Там 76 Как он там назывался Вот того же уровня машины Короче Хрен бы с ней У Шеридона Будет своя фишка Когда в игру Введут возможность Плавания Для плавучей техники Потому что Шеридон Это плавающий Алюминиевый танк Он кстати Принимал участие В боевых действиях Во Вьетнаме И Еще где то там В самом начале 90х годов Вот Выявили его Сильные стороны Недостатки Ну какие недостатки У танка С алюминиевой броней Он картонный Он просто Вафелька В него Ну по его Аэродинамическим Антиаэродинамической Внешности Видно да Что никаких Рикошетов Не бывает Что в него Залетает Все что в него Летит С дамагом С критами Причем не слабыми То есть В этом плавит Танк фуфлыжный Плавает он в игре Как кирпич Как и вся остальная Плавающая техника Вот То что он там Какой то десантный Или еще что то такое Ну никто вас Самолета не выбросит Поэтому Шеридон Это такой Ушлепочный Танчик Ну давайте подумаем Да как играть На Шеридоне Вот у меня сидит Сабрина Вашингтон Но она сидит Только потому что Кого не посадив Шеридон Бесполезно То есть Невозможно усилить Его сильные стороны Просто потому что У него сильных сторон Нет Значит Если вы думаете Что можно издалека Стрелять и реализовать Птуры и кумулятивы Ну давайте посмотрим Незаметность Ну так себе Незаметность Если сравнивать С ЭТшкой С какой нибудь Ну вполне Вот вполне На уровне ЭТшки Да у него Незаметность Некоторых ЭТшек Которые видимо Признали Нагибучими И порезали Потому что если Сравнивать с ББМками То по заметности Шеридон Проигрывает То есть Дальность обзора У него Ну стандартная 425 метров Но поскольку У него всего Два слота оборудования Ставить сюда Еще и бинокль Допустим Ну это уже Расточительство На самое настоящее Да и потом Третьего уровня Бинокля На Этом В этот момент Игры у людей Скорее всего Нету Да Потому что Шеридон Четвертого левела Первого уровня Бинокль Сколько он там Дает 425 метров Но это Я не считаю Так что Это такая Супер существенная Прибавка Вот командира На обзор Посадили И в принципе Достаточно Вот Это уже Я так понимаю Что 425 у него Уже с командиром На обзор Вот То есть Он не самый Не самый Зрячий Значит Ну брони у него нет Я сказал Что касается стрельбы Издалека То мало того Что его заметят Так он же еще У него нету Бронебойных снарядов Он Кумулятивно Фугасно-птурный Танк То есть Кумулятивы Летят медленно Фугасы еще медленнее Птуры Вообще Медленно летят То есть Издалека Плюс он косой Да Разброс 0.20 Ну это просто Пипец Это Примерно С такой же Косостью В картошках Стреляла Этот СУ-152 Ну кстати Здесь тоже 152 калибр Поэтому она Ну блин КВ-2 С шайтан трубой Ну реально Только у КВ-2 Хоть какая-то броня была А здесь никакой Значит Разведчик из него Ну это же Типа легкий танк Да Это Все картошкины дети Страдают этим инстинктом Когда они видят Дерьмовая броня Ну вот пушка Там с альфой Зашипись Там нормально Можно стоять издалека В кустарях Это все таки легкий танк У него другие задачи Он должен ездить Светить Там Охотиться за пердаками На худой конец Да В тылы заходить Ну Давайте глянем Что у него за движок стоит У алюминиевого танка Разгон От 0 до 32 Целых 5 секунд При максимальной скорости 70 километров Которую он естественно Только с горы развивает 5 секунд разгон Это долго Для легкого танка Это охрененно Долго на мой взгляд Потому что Ну ББМки разгоняются Намного быстрее Танки Другие нормальные Легкие танки Разгоняются Чуть дольше Чем ББМки Но все равно Быстрее чем 5 секунд 5 секунд Это охрененно То есть Ну Это Что-то действительно Среднее Между ОБТ И ББМ Вот Прямо посередине Будешь Шеридан Потому что там ОБТ 8 секунд ББМки там Секунды 3 И Шеридан 5 секунд Ну то есть это Да у него есть ускорение Три залпа Дымовых Зарядов Он может там Скрыться в облаке Как Бэтмен Вот Если Успеет Это сделать Потому что Ну Люди выстрелят Просто в дым И скорее всего Попадут по его Алюминиевой заднице Он не самый Динамичный Он не самый Незаметный Плюс ко всему Да У легкого танка Для того чтобы Охотиться за пердаками Скажем так Да Ну это когда в тыл заходишь И стреляешь кумулятивами В пердобак Врагам У него Скорострельность Орудия должна Соответствовать скорости У Шеридана Я уже сказал Скорость движка Не очень Так и орудие У него тоже Не очень Не очень скорострельное Оно перезаряжается 11 с половиной секунд Но это при Сабрине Если посадить сюда Воропаева Там или Руденко И поставить оборудование На перезаряд Ну что собственно В следующем патче Все равно понерфит Я вот кстати не хотел До следующего патча Не писать Какие видосы Какие гайды Воды и так далее Потому что ну В следующем патче Все переиграет Но Шеридан Это не касается Потому что Шеридан Бустит на скорострельность Бесполезно На Альфу Возможно На скорострельность Нет Вот Поэтому ну Можно энергетик Конечно сюда поставить Но я очень бедный Мне на танки На новые не хватает Из-за этих акций На разгон опыта У меня 3 миллиона А мне надо 15 на МС 6 на Стингрей Еще на ББМ На БМДшку Новую вернее Еще надо Там 5 миллионов Будет Короче пипец Я на паперте Одной гуслей На паперте Стою То есть мне еще Фармить и фармить Поэтому не до энергетиков Вот Если разгонять Альфу Ну Разгонять Тут большой вопрос Что Шеридану Стоит разгонять Альфа у него конечно Здоровая По сути за бой Вам достаточно По врагам попасть 4 раза И ваше Ну будет около 2000 дамага Ваше присутствие В бою будет Полностью оправдано Все нормально Шеридан Вряд ли у кого-то Будет любимым танком Это абсолютно Проходная машина Поэтому 4 плюхи За бой дал Дело сделал Все спокойно Можешь сливаться Плюс Бои на 4 левеле Адски кустодрочные Все стоят в кустах Никто никому Ничего не светит Поэтому ну За эти С боев что придется Сыграть на Шеридане Да ну может поменьше Там Он надоест вам Просто потому что Бои на 4 левеле Просто адски скучные Значит Блин сам себя перебил По поводу Буста Да на что разгонять У него Дерьмовый разброс То есть Можно его разогнать На точность Чтобы он Сука хоть стрелял Куда-то в цель У него Дерьмовое Время прицеливания То есть 3 секунды даже Даже вот У меня оборудование Стоит на время прицеливания И этот шлем Этот танкист Он тоже Время прицеливания Должен давать По идее И все равно Сука Танк и кривой И косой То есть Он и долго Прицеливается И стреляет Хрен знает куда То есть Опять же Издалека Из него Хрен постреляешь Но То есть У этого танка Вот одна единственная Сильная сторона Это альфа демедж Но в то же время Есть Т-64 У которого Урон кумулятивам Не сильно таки Отширенно Отстает Но есть какая-никакая броня Побольше здоровья Поменьше динамики То есть Ну Шеридан Объективно На своем уровне Бесполезная корыта Кто бы там Его чего не любил За альфа дамаг Я вот опять же Повторюсь Что альфа дамаг Похожий У 64 То есть Шеридан Даже Даже В своем козыре Не самый Самый крутой Но он Самый сильный Конечно Да В альфе Хотя Вот есть Старшип Ну-ка Все Шеридан Прикурил У Старшипа Вот То есть Шеридан Вообще Ничем На уровне Теперь получается Не выделяется Ни дамагом Ни обзором Ни скоростью Ничем У Шеридана Нет ни одной Положительной стороны Ни одной фишки Чтобы считать Эту машину Хорошей Поэтому я считаю Шеридан Куском говна И не зря Постоянно Меня спрашивают Как же его пройти Как на нем играть Но оборудование Я все таки Поставил ему На точность Потому что С разбросом В 20 Это круг сведения Больше чем Силуэт вражеского танка Нахрен так жить Как Подозрительно Что там много Шериданов В этом бою Прям что-то Небывалое Вот Редко Кого-то вижу А Ну понятно Сейчас же акция 200% Опыта Все спешат Какое-нибудь Говно прокачать На котором Играть не хочется Вот В данном случае Несколько Смельчаков Решили Прокачать По-быстрому Говно Шеридан Потому что Ну серьезно Танк Один из самых Дерьмовых В игре На мой взгляд То есть Ну что уж Там Ладно Кругами Ходи Сейчас Чего-нибудь Попробуем Из этого Танка Выжить Я уже Форд Бояр Такой Никогда Не замечал Напоминаю Что основная Цель Существования Этой колесницы Отсоса В бою Это ну кинуть Как минимум Четыре Коммунитивные Плюхи Во врага Желательно С максимальным Дамагом Вот Не такие Чтобы добить А вот такие Чтобы задамажить Тогда при этом Вы набьете Там около Двух тысяч Дамага Получите Нормальный опыт И оправляйте Свою существование В этом бою Я Не зря Постоянно Отвержу Две тысячи Дамага Две тысячи Дамага Но на поздних Левелах Дамаг Конечно Надо набивать Больше На Седьмёрках Восьмёрках И девятках Там в районе Трёшки Надо набивать Конечно Но если Девятка Которая попадает К восьмёркам Там и пятёрек Набивать Не грех Я когда-нибудь Не поленюсь Запилию Эту шкалу Вот По поводу того Сколько мне кажется Должны Накидывать Дамага Те или иные Танки Но Для начала Хотелось бы Чтобы выгрузить Кто-нибудь Запилил Какой-никакой Аленемерчик Блять Вот такое ощущение Что он прям Меня видит Я Не привык Играть в этой игре Заебись Я в этой игре Не видел За счёт танка Который бы Перезаряжался Настолько долго К этому просто Невозможно привыкнуть Потому что Двенадцать секунд И настоящее уебанство Блять Много какую технику Апают Вот в патчноуте Кто-то даже Паттон зачем-то апает А Шеридан Чё апать не надо То есть Шеридан чё там По статистике Рулить что ли Офигенно Он со своим Вот этим Говёным дамагом Уебанской точностью Блять Скорострельностью Вот этой Блять Обосранной Это же просто Говнище Просто Дикое Редкое Блин Отлично Так Мы просрали Девятый Лайн Значит что Сейчас Видимо Кто-то Между домов Нормально Сможет Пострелять По бортам И это Буду я Даже Бам Пытаться Разогнать Для того Сдохну Ещё и скритом Вошло 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 Господи Да Заряжайся Тварь Блять Это что-то Аномальное Сейчас случилось Это просто Удача Зевса Я не знаю Я не знаю Мне кажется Что Боги Древнего Египта Мне Благоволят Что Как определяют Цель Где он А Вон он Где На нахрен В щёлку 476 Ну теперь Он меня будет Ждать Скорее всего Мать твою Опа 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 Сука Верчусь Тут как Мандовушка На сковородке Ёпта Теперь Заехал Блять Здравствуйте А у этого Ещё и краны Пошёл ты Блять Ещё один Ёбаная жизнь Давай Пердаком Ты остановись С пляжа Ёпта Вот этот Сука Пизда Дымы Эти ссаны Пока этот Проклятый Блядский Шеридан Повернёт Свою Ебучую Башню Я не знаю Сейчас Как я Свою Жопу Отсюда Унёс Просто На гусеницах Оооо Блять Это нечто Вообще Сука Не дай бог Не запишется Я прокляну Блять Это Блять Я жив Мы победили Охереть Четыре Тысячи Дамага Почти Накидал 3908 Но это Это удача Это удача Это не заслуга Шеридан Это не моя заслуга Ни в коем случае Что я такой Скилловый пацан Это повезло Это реально Повезло Потому что Я должен был Сдохнуть Уже четыре раза Сегодня Наверное Мой день Надо Лотереечку Купить Пойти Ну чё Добьют Шеридан Ооо Там тоже Шеридан Раздаёт Летой Насовый Вадимчик Давай Вадимка 4 1 4 4 0 Дел Пока Этот Откатится Скилл Разгона Грёбаный Почему Он так долго Передаряжается Форсаж Не допили Опа Пожалуйста Да Конечно Блять Чёрт Фугасы Ещё уныле Летают Чем Кому Ли Я Кому Ли Ненавижу Уж Фугас Опа Я уже Думал На меня Смотрят Всё-таки Забрали Прекрасно Ну вот Я Чё Вывез Из этого Боя Но Насчёт Опыта Не обольщайтесь Будущие Шеридановоды Это Сейчас Просто Действует Эта Акция 200% Репутации Плюс Я ещё Какую-то На 20% Активировал Не знаю За что Мне дали Ещё 10% За покупку Белоснежного Танка До сих пор Работает Золотая Медаль Понятна Разведчик Ну да Как я и говорил 3900 урона У них Шеридан Один Тоже нормально Накидал Для Шеридана 2000 Но Это Эффект Это Как в боксе Говорят Лаки Панч Когда Нокаут Проходит С одного Удара У бойца Который В общем Весь бой Проигрывал И тут Оппонента Внезапно Нокаутировал Называют Лаки Панч Вот тут тоже Этот бой Сплошные Лаки Панч Проходили Потому что Серьёзно Я должен был Умереть Четыре раза Ладно К чёрту Удачу Давайте ещё разом И Причём Карта То же самое Рез Прав Другой Танк Всё тот же Посмотрим Ну Два раза Как правило Мне уже Не везёт Шериданов В этом бою Вот как обычно Два Один из них Я Вот так Шеридан Очень редко Встречается Видимо Всё-таки Его предпочитают Выкачивать За свободный опыт Ибо Ибо Нефигу На него Тратить время И Расходовать Как-то Портить стату Об этот танк Ну Серьёзно Не Найдутся Найдутся Защитники И у Шеридана И у чего угодно Как правило Бытует такое мнение Что типа Главное Прямые руки А играть можно Чем угодно Ну блять Господа Изначально Танки в этой игре Делятся на две категории Одни пробиваются Лоб в лоб Другие не пробиваются Тут руки То ни при чём По сути Тю В спину Ну блять И кританул Что угодно Вот только не движок Боюсь Нашему По жопе Выстрелить Честно К эмунитивам Было бы неприятно Наверное Ему Да А вот По свингфайеру Обломно Ну вдаль Стрелять Да вот Издалека Перестреливаться Это не фишка Шеридона Даже Прокаченного На точность На максимальный Разброс Вернее На минимальный Разброс Вообще Вообще Хрен Хрен Раскачаешь Ну можно Перками экипажа Часть Снять Вот этой кривизны Умный А не А не Оф Пересел После Советской 72 И понял Что у Каких-то Танков В этой Игре Оказывается Ствол Опускается Вот Это Конечно Доставило Но Потом Выяснилось Что Ствол Опускается У всех Кроме Нас И Оф 40 Далеко Не хит В этом Плане Поэтому Я к нему Потерял Интерес Вот за Артой За нашей Приехали Защитник Арты Стоит В упор К ней Что Наверное Очень Доставляет И Сейчас Наверное Много Чего Хорошего В чат Напишут Пожеланий Здоровья Здорового Члена На лбу Ой Нифига Это По-моему БК Рванул 640 Дамага От Оф 40 Да По-любасу Боевкладка Но Сейчас Еще Ребята Подъедут Че Я думаю Если Сюда Заберусь Я Кого-нибудь Отсюда Посвечу Очень Хочется Ехать Накидывать Дамаг Но Не Очень Хочется Бросать Арту Я Б Один Конечно На ОБТ Может Быть Я Поехал Навстречу Толпе Чтоб Типа Мне Арта Помогла Но Сольный Шеридон Мертвый Шеридон Танк Сникло Класс Но Я Думаю Что Сейчас ОФ 40 Должен Отвлечь Их Внимание На Четвертом Левеле Вряд ли Игроки Сильно Опытные Да Я Вижу Я Стреляю Все Пока Что Все Равно Что Боты Хотя Вот Сейчас М60 А2 Все Таки Развернулся И Плюху Мне Выдал Почуял Почуял Все Он Так За мной Едет Как Будто Уже Перезарядился Ай Ай Блядь Дыма Больше Нет Да Я Сам Заехал Я Заслужил Эту Смерть Но Я 2000 Дамага В принципе Накидал И К арте Они Не Поехали Арта У нас Пока Что Жива И Здорово Но Да В принципе Если Бо Вот Этот Товарищ Томас Как То Томас Ехал Толин И Вот Этот От Свинфаера Это Че Ждать Если Бо Они Сюда Приехали Защищать Нашу Арту У 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 Где У У У У У У У У часом, а? Ну-ка, давай, удиви меня. Там чувак с ником Бестолочь, его убить, святое дело. Господи, если арта сюда смотрит и увидит, как заборчики ломаются, хотя арта, я думаю, там уже на ладан молится, ей не до высматривания. Да, нутер. Ты странный персонаж. Так, ну, второй бой, вот он менее удачливый. Тут, смотрите, что даже со всеми ускорениями, с премиум аккаунтом, сколько там ускорений, 230 процентов, даже при таком опыте дали очень-очень мало. Ну, потому что Шеридан, он редко, когда стреляет все-таки по своему захвату, по своему обзору, по своим обнаружениям, он чаще по чужим, несмотря на то, что он ЛТшка, да, потому что, ну, ближний бой, это для него смерть. Именно поэтому Шеридан, он в прокачке очень, сука, долгий. Он прям нереально. Сейчас даже гляну, что у меня там на этом куске кала 50 процентов побед. Ну, 32 боя, ёптать, из них вот два боя я записал для этого видео. 30 боёв мне понадобилось, чтобы пройти этот пылесос. Тысяча среднего урона. Но, надо сказать, что, когда я начинал играть на Шеридане, я тогда ещё в армату играть не очень-то и умел. То есть он наравне с первыми советскими танками у меня появился, от того, что у меня почему-то была идея прокачивать танки именно у одного какого-то поставщика. Я думал, что это правильно. Одного выбираешь, типа, его и его прокачиваешь. Вот я и начал сразу БМДшку качать, 64-ку и Шеридан и арту. Потом я уже понял, что качать надо всё, потому что оборудование. Вот. Ну, так, даже если бы я играл сейчас, ну... 2000 средухи, я думаю, что это максимум вообще, чтобы я смог из него выжить. Потому что, ну, быстрее бы мне он просто надоел, чем я на нём как-то... Как-то я не знаю. Я бы просто ехал в бой, кидал свои вот эти плюха-дым-плюха-дым, там, 2000 дамага и слился. Потому что, ну, это такой танк, что на нём даже стараться-то не очень-то хочется, потому что, ну, серьёзно, он сплошное сборище недостатков. По крайней мере, для меня. Я не вижу у него сильных сторон, но я уже, в общем-то, повторяюсь. Поэтому, ещё раз говорю, что Шеридан абсолютно проходная машина. Как на ней играть? Ну, я надеюсь, что вы поняли. Чертовски аккуратно, иногда дерзко. По ситуации всё зависит. Но вообще, в бою это выстрел, вас обнаружили, кидаете дым, уходите. Отъезжайте на какую-нибудь другую позицию назад, снова высовывайтесь, выстрел, дым, уехали. Вот, три плюхи, три дыма. Если с дамагом, то хорошо. Это уже полторы тысячи. После чего, ну, ещё на размене вы сможете дать плюхи две. Если один к одному будете, да, если две будете получать, сольётесь. То есть, итого, ну, 4-5 выстрелов с дамагом за бой сделать можно при благоприятном сечении обстоятельств. Но опять-таки, да, чем говорил, что экраны всякие там, гусеницы и прочая лабуда. То есть, кумулятив, это ненадёжный снаряд. Он дамажный, но ненадёжный. Фугас, ну, как бы, фугас это в основном снаряд для ОБТ, да, для хорошо бронированных ОБТ, которые могут себе позволить постоять, прицелиться там в лючок в какой-нибудь ближней дистанции. Так-то со скоростью 500 метров в секунду издалека стрелять фугасом, не выцеливая никакие люки, а просто наобум. Ну, это борода полнейшая, это себя никак не оправдает. Лучше ПТУР наводите. Вот. То есть, ну, ПТУРом, конечно, Шеридан может, может на ПТУРах играть, но, серьёзно, лучше с этим справиться БМДшка, которая и заметно меньше, и вообще у неё для этого есть отдельная установка. У Шеридана всё-таки и ПТУР и снаряды из одного ствола вылетают, поэтому у него нет возможности разрядить оружие, орудие, да, и пока оно там уйдёт на своё 12-секундное КД, зарядить ПТУРы и ПТУРом выстрелить. Хрен на рыло. Шеридан на такие фокусы не способен, что делать его ещё хуже в моих глазах. А я уже думал, что хуже некуда. Ну и на этом, в общем-то, всё. Что-нибудь там жмите, чего-нибудь там пишите. Адьос, господа. Субтитры подогнал «Симон»! 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 Субтитры создавал DimaTorzok